Это вопрос от моего друга-немусульманина. Меня зовут Суфьян, а его зовут Анкит. У него есть один вопрос, который разделен на две части. Он собирался стать мусульманином, но он сделал шаг назад. Он сказал, что, как и у индусов, у мусульман тоже есть касты. Он говорит, вы делитесь на шиитов, суфистов, кубуритов, суннитов. И у него есть второй вопрос. Он говорит, что он может пойти к могильникам в Кубурастан, и он может просить у них, поскольку они являются посредниками между ним и Аллахом. Брат задал вопрос, который спросил один из его друзей-индусов. Он собирался принять ислам, но он сделал шаг назад, думая, что даже в исламе есть секты и касты, как и в индуизме. Его друг сказал, что в исламе у них есть секты, шииты, суфисты, сунниты и так далее. Брат, ты читал Коран? В Коране нет шиитов и суннитов. Там нет шиитов, суннитов и нет исламских джаматов. В Коране нет такого. Что говорит Коран? Коран говорит в 3-й суре Амран, в 103-м аяте. «Крепко держитесь за верфь Аллаха и не разделяйтесь». Верфь Аллаха – это священный Коран. Мы должны держаться за священный Коран и за достоверные хадисы пророка Мухаммада, да богословит его Аллах и приветствует, и не разделяться. И это ясно упоминается в Коране, в 6-й суре Амран, в 159-м аяте, где Аллах говорит, обращаясь к пророку. «О пророк, ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха». И позднее он сообщит им о том, что они совершали. Поэтому основывать секты в исламе – харам. Это запрещено. Кем был наш любимый пророк? Разве он был шиитом или он был суфистом? Но наш любимый пророк был мусульманином. Поэтому я говорил об основном ключе, 3-й суре Амран, 69-го аята. Он говорит, «Скажи, о люди Писания, давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, и не будем приобщать к нему никаких сотоварищей, и не будем считать друг друга господами на ряду с Аллахом. Если же они отвернутся, то скажите, свидетельствуйте, что мы мусульмане». Поэтому мусульманин – это человек, который подчиняет своей воле Аллаху субханху ва-та'аля. Поэтому скажи своему другу, что в исламе нет кассовой системы и нет сект. Мы должны быть только мусульманами. «Мусульманин» означает «тот, кто подчиняет свою волю всемогущему Богу». И любой, кто подчиняет свою волю всемогущему Богу, его называют мусульманин. Если вы хотите просить Аллаха, то говорите то, что Аллах сказал в первой суре Фатиха. «Тебе одному мы поглоняемся, и Тебя одного молим о помощи». И также Аллах сказал в 40-й суре Гафир, в 60-м аяте, «Вызывайте ко мне, и я отвечу вам». Поэтому, если вы хотите просить Аллаха, просите Аллаха напрямую. Это правильный путь, и это лучший способ. Надеюсь, я ответил на вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ